Именно в этом отделении с 6 марта 2023 года, а вообще заведую не первый год, была заведующей в педиатрическом отделении, в третьем педиатрическом отделении поликлиники Одинцовской городской. Ну, маленькими, наверное, не всех назовешь пациентов, потому что педиатрия оказывает услуги от нуля и до 17 лет, 11 месяцев, 29 дней. Это все, вот большой разброс, это наша педиатрическая практика. В отделении работают только врачи-педиатры, все квалификационные категории, естественно, сертифицированы, то есть по документации у нас все строго отслеживается. Опыт работы у всех разный, естественно. Молодые специалисты приходят, мы их берем под свое крыло, учим всему, так что за квалификацию могу прям ответить. В педиатрическом отделении вообще оказывают помощь детям по профилю пульмонология, кардиология, неврология, какие-то части аспектов неврологических, общая педиатрия, проблемы питания. Ну, в общем, большой спектр тех услуг, которые мы по обследованию и лечению предоставляем нашим пациентам. Узких специалистов в разряде отделения пока нет, но мы работаем над тем, чтобы расширить штат, получить дополнительные ставки, финансирование и углубиться в какую-либо из перечисленных нозологий. Уже несколько раз я ошибалась, надеясь на то, что красный диплом обеспечит меня хорошим специалистом. Все происходило совсем наоборот, и я оказывалась без специалиста и была разочарована его красным дипломом. Поэтому во время собеседования, естественно, ты уже какое-то представление об этом человеке для себя, ну, как-то понимаешь. А все остальное приходит в работе неспроста. У нас имеет место трехмесячный испытательный срок, срок три месяца. И как раз в это время мы имеем право уяснить для себя, подходит ли этот человек для выполнения данной должности. Ему тоже дается время для того, чтобы обдумать, сможет ли он потянуть данный вид работы. И в эти три месяца мы безболезненно друг для друга можем расстаться в случае чего. Или вот за эти три месяца у нас возникает такая долгая и качественная дружба. Ты не сможешь просто работать, обладая хорошими знаниями, обладая любовью к своей профессии, и не любя, не понимая вообще, что нужно твоему маленькому пациенту, потому что важен подход. Ты не сможешь оказать помощь, ты не сможешь просто даже осмотр провести, чтобы понять, куда дальше двигаться, и чем помочь этому ребенку, если ты не нашел подход, если он тебе не доверился и не позволил провести качественный осмотр. А без любви… Ну, может быть, это нельзя назвать любовью. Это какое-то другое чувство. Может, он не настоящая любовь или как-то иначе это все нужно назвать. Но в любом случае это какое-то теплое ощущение к пациенту и к тому, что ты сейчас делаешь. Оно должно присутствовать, естественно. В своей работе я использую, во-первых, это какой-то необычный яркий внешний вид. Ну, сегодня, может, он не сильно ярчит. Ну, обычно это какая-то помада, которая сразу привлекает внимание малыша, и он очень интересуется. Это маникюр. Это какие-то там часы, которые позвякивают и тоже привлекают внимание. Пока он рассматривает, что-то у тебя на руке звенит, ты второй рукой уже совершаешь там все, что тебе необходимо. Плюс те дети, которые уже более-менее в сознательном таком возрасте, которые могут тебе ответить, ты к ним обращаешься не как официальный какой-то человек, малознакомый, страшный, в белом халате. Это всегда «О, привет! Как тебя зовут? Как твои дела? Как ты себя чувствуешь?» Ну, вот что-то такое, какая-то попытка наладить беседу такую дружескую просто. Ну, как будто мы встретились где-то там во дворе и собираемся провести очень здорово время свое. Бывает так, что без этого даже терапевтический эффект назначенный не достигается. Ну, вот когда имеется какая-то отрицательная эмоция к тому, что ты делаешь и что ты предлагаешь этому пациенту. И важный, естественно, импритинг с родителями. То есть мало понравится пациенту, самое сложное – это найти общий язык с родителями, чтобы они тебе доверились, доверили здоровье своего ребенка, доверили лечение своего ребенка именно тебе. Это вот другая часть. Это вот не про то, что «Ой, привет, какой ты здоровский малыш, а давай с тобой там». А это уже посерьезнее. Это иногда довольно болезненная тема. Ну, когда требуется экстренно помочь, и тебе мешают именно не сложившиеся какие-то отношения с родителями. Ну, по какой-то причине ты сразу с порога не понравился. Тогда беда. Ну, с моей точки зрения мандраж в таком общем его понимании, он выше в самом начале твоей трудовой деятельности. Когда ты это не пробовал, ты не знаешь, ты не чувствуешь в себе какие-то силы, и у тебя нет наработанного опыта. В середине твоей практической деятельности мандраж присутствует в те моменты, когда ты ощущаешь, что вот тут тяжело будет. Ну, с какой-то точки зрения. Либо с точки зрения тяжести процессов у пациента, либо с точки зрения того, что я сказала выше. Вот это недопонимание с законным представителем пациента, с которым мы обязаны в любом случае контактировать. Мандраж не проходит никогда. Самая большая беда – это летнего особенного периода. Это утопление, падение с высоты. Каждый год, каждый сезон проводим какие-то беседы с родителями, размещаем какие-то информационные плакаты, стенды. По телевидению я часто вижу предостерегающие программы и какие-то слова, которые должны до родителей донести всю тяжесть и ответственность. Но не до всех. Вот это часть, на которую мы практически не можем повлиять, и которая приводит к частой инвалидизации тяжелым последствиям. В работе нашего отделения одно из направлений – это работа с социальными детьми. Социальными называются дети, которые остались без попечительства родителей по какой-то причине. Либо они изъяты из семьи, имеют какие-то проблемы со здоровьем, и прежде чем будут отданы в органы опеки, они попадают к нам для того, чтобы мы поправили эти проблемы со здоровьем. И вторая часть детей – это дети отказные, которые доставляются сразу из роддома после рождения. Здесь они нами обследуются, наблюдаются. Ну и что сейчас очень хорошо, и отдать должное работе органам опеки и попечительства, эти дети за истекший год, все дети, отказники, попали в приемные семьи. А после этапа предварительно отдают под опеку, а потом их усыновить могут. И вот практически все дети были усыновлены. Они остались жить в этой приемной семье уже как полноправные члены семьи. Это радует. Мы имеем полное право на выезды, осмотры. Мы в этом случае активно работаем с поликлиническим звеном. Обо всех своих опасениях я всегда рассказываю коллегам из поликлиники по месту проживания данного ребенка. Далее, если доктора не справляются сами, и ребенок действительно находится в какой-то жизнеугрожающей ситуации, или какие-то там внутренние семейные проблемы существуют, мы подключаем, конечно, органы опеки, инспектора по делам несовершеннолетних, и эту семью ставим на учет, как бы там ни обижались на нас родители. Но наша служба, она направлена на сохранение здоровья и психического, и физического. Маленькие граждане нашего государства не имеют на это право. Я своим пациентам всегда рассказываю вот эти вот какие-то красные флаги, которых существует в популяции такое мнение поплавающее, да, там от одной к другой какие-то, плюс обросли собственными наработками, и в общем в итоге иногда слышишь какие-то совершенно абсурдные вещи. Да, всем пациентам я всегда ссылаюсь на какие-то нормативные документы. Что касается конкретно лихорадки, да, Всемирная организация здравоохранения для нас специально определила, что такое нормальная температура тела у ребенка. Она колеблется в интервале 35,8-37,5 градусов Цельсия. Все, дальше мы говорим уже о патологических каких-то. Сбиваем температуру мы ровным счетом для того, чтобы облегчить состояние самочувствия ребенка. Других зачастую причин для снижения температуры нет. Поэтому мы ориентируемся именно не на цифру, на градусники, а на самочувствие ребенка. И вот тут вступает, да, это вот та самая материнская любовь. Если вы видите, что даже на 37,8 вашему ребенку плохо, никто не запретит вам снизить температуру, дать жаропонижающее, которое сработает ровно настолько, насколько оно требуется в организме. Вот. Ну, такие беседы, они зачастую мам очень удивляют, что правда, серьезно? А я вот его бедного там до 39 держала, чтобы наконец-то дать ему там облегчить состояние дать жаропонижающее. Нет, нет, это все. Мне кажется, что вот в школе педиатрической службы, сейчас нынешней, современной, утрачено вот это просто побеседовать с мамой. То есть мы всегда думаем, что мама пришла к тебе, чтобы быстро что-то там поправить, полечить. И забываем про какие-то советы общие, про профилактику забывать. Ну, не забываем, мы, наверное, во времени ограничены. Может быть, и хотели бы, да, да как-то вот времени все не хватает. Вот. И вот поэтому все родители воспринимают лихорадку как что-то такое, что нужно лечить. Лечить это должен доктор. И с этим возникают некоторые недомолвки, размолвки вот именно на приеме с педиатром. Ну, мы это все решим. Новенькое я тоже люблю. Обязательно. Учиться, да, это первое, что требуется в нашей профессии. Но мне всегда, я не могу в новое поверить вот за одну секунду и принять это все без остатка в своей деятельности. Я все-таки все под призмой old school, начинаю разглядывать, а почему теперь так, да, какие для этого научные обоснования, а кто эти обоснования нам написал, а как было это все сделано. То есть мне нужно вкратчиво в этот вопрос вникнуть. Если я вижу хорошую доказательную базу, то та или иная идея, да, там, способ лечения или там какой-то препарат, он, конечно, будет мною принят и будет использоваться. Я вот такой старушонок в педиатрии, мне нужно все под микроскопчиком рассмотреть, прежде чем поверить. У меня даже, я наконец-то вошла в тот возраст, когда мои коллеги уже творят науку, выпускают какие-то там прорывные методы лечения. И я очень радуюсь, что я причастна к этому чудесному человеку. Да, ну, естественно, ну, когда ты учишься, у тебя спектр, откуда черпать информацию, он с каждым годом расширяется, да. Поэтому, конечно, и зарубежные, естественно. И муветон, если наши специалисты не дают в своих работах ссылки на зарубежных авторов, это тоже как-то наводит на мысль, а стоит ли тратить время на ту или иную работу, да, если там нету каких-то мастодонтов зарубежных и наших в том числе. Педиатрия, она вообще сезонная, очень. Это четко видно по нозологиям, которые в отделении принимаются. Естественно, перед началом учебного года, перед тем, как все дети вернулись из лагерей, да, с сад бабушек, проконтактировали друг с другом, снова обменялись какими-то новыми возбудителями, новой флорой. Естественно, голову поднимают все наши урвышки, так называемые. И за лето, честно говоря, мы, естественно, забываем про клинические проявления, про способы обследования именно по данной нозологии. То есть каждый раз перед новым сезоном мы разбираем какую-то новую тему, там, на пятиминутке, коротенькое выступление, так, чтобы обновить знания и подготовиться к новому сезону. И точно так же по завершению сезона респираторных инфекций мы некоторые такие водные на пятиминутке, причем это не я только делаю, мы распределяем темы и, там, небольшим докладом на пятиминутке вспоминаем, там, гастрит, например, там, какой-то, панкреатит, как раз вот ангины. Ангины – это, ну, да, конечно. И каждый раз, ну, в ординаторской встречаясь друг с другом, мы или вспоминаем, или где-то прочитали, рассказываем, какие-то клинические случаи. То есть это все, это все рутина наша. Это мы каждый день делаем. Помимо лечебной работы мы вот занимаемся тем, чтобы не сложились знания в какой-нибудь пыльный уголок твоего сознания. Они всегда были в деле. Всегда их нужно ворошить, поднимать. Подходят к концу, да? Как это страшно звучит. Уже подходят к концу 2024 года. Вот мы перенесли, конечно, тяжелый сезон пневмонии, которые связаны были с внутриклеточными возбудителями, хламидиями, каплазмы. Течение тяжелое, заболеваемость высокая была. Следующий сезон, скорее всего, ознаменован будет какой-то новой инфекцией. Основное, конечно, пожелание всем родителям – это беречь детей, охранительный режим, избегать переохлаждения. Но мы с чем сейчас сталкиваемся? Что увеличение частоты заболеваний среди подростков в большей степени связано с их истощением. В школе – это очень тяжелые программы. Перед сдачей ЕГЭ, ОГЭ и вот этих всех внутренних экзаменов – это очень сильно влияет и на здоровье, и на жизненные силы, и на энергию этих маленьких, пока еще не сформированных организмов. Но, к сожалению, мы с этим побороться не сможем. Поэтому только охранительный режим, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, питание комплексное, не злоупотребление какими-то запрещенными продуктами не очень хорошего качества. Ну, все общее. На самом деле, такая, на мой взгляд, все равно карточная игра. Заболеешь ты или нет? Заболеет организм или нет – это комплекс сложившихся обстоятельств. И первое, конечно, это контакт с возбудителем. Ну, а дальше, чтобы возбудитель проник в организм, размножился и вызвал какие-то клинические симптомы, вызвал заболевание, а еще хуже – вызвал осложнение после этого заболевания, тут нужно, чтобы сложилось несколько негативных факторов именно внутренней среды, которые приведут к снижению иммунитета. И вот тут-то возбудитель, конечно, выйдет на арену. Поэтому вы должны понимать, что когда это произойдет, с кем это произойдет, в какой форме это все пройдет у ребенка. Ну, очень сложно. Формула здоровья – такое словосочетание интригующее. Звучит очень приятно, но знать бы, из чего она складывается. Но я думаю, что это все равно благоприятные условия окружающей среды. Без этого ни один организм не способен долгое время быть здоровым. Для детей это, конечно, семья. Внутренний микроклимат, который ему дают его мама, папа, опекуны. Та семья, в которой он растет, воспитывается. Я думаю, что вот тут кроется секрет. Но пока я его не открыла. КОНЕЦ